Доклад по двухмерным изометрическим играм, я до сих пор не хочу. К сожалению, я не успел подготовить, проработать часть про анимацию, из-за нескольких сложных ситуаций у меня сейчас на проекте, мне просто не хватило времени, зато я неплохо поработал над частью про сетку. В основном сегодня речь пойдет о том, как строится сетка в двухмерных изометрических играх. Хотел бы заметить, что я не являюсь большим фанатом игр как таковых, но меня интересуют не сами технологии используемые, потому как вообще-то разделов программирования, которые реально интересны, которые позволяют назвать свою работу интересной, не так много. Игры, одни из них. Тут вообще история игр, это история оптимизации, аппроксимации и разного рода ухищрений и хитрости для того, чтобы заставить все это дело работать быстро. Ну, давайте вернемся к докладу. Так, поговорим о сетке. Значит, есть два вида сеток в изометрических играх. Есть прямая сетка, самая простая, не требует никаких преобразований, не требует никакой сложности. Она используется, например, в героях. В начале магии до третьей части, насколько я помню. И в похожей же серии игр, которая называется Disciplines, поправьте, если кто знает, используется изометрическая сетка. Причем она используется шестиугольная. Это добавляет дополнительные сложности, которые мы сегодня опустим. Нам бы разобраться с просто изометрической сеткой. Также изометрическая сетка используется искривленная. Используется также еще и в Diablo. Diablo на свое время являлся просто технологическим прорывом. И, в общем-то, не зря. Разрабатывали его просто великие умы. Пройдемся по сетке. Как же нам преобразить наш прямой квадратик в красивый, якобы перспективный ромбик. Мы берем сетку, поворачиваем на 45 градусов, сжимаем на какой-то коэффициент, на тот коэффициент, который покажется вам приятным глазом. И получаем сетку. И тут сразу возникает куча сложностей. Например, с прямой сеткой с координатами все ясно. Все абсолютно понятно. Мы просто, если мы хотим получить начало координаты сетки, мы просто берем ее индекс по x и y и домножаем на ширину ящейки. Это несложно. Как поступать с изометрической сеткой? Нужно учить все эти повороты. Все повороты и искажения. Их нужно проводить точно так же с точками. Как нам рендерить объекты на этих сетках? Понятное дело, объекты этих трансформаций, мы с ними не производим перед рендерингом непосредственно. Мы их рисуем сразу в изометрии. Но как нарисовать спрайт? Как нарисовать картинку? Так, чтобы мы точно знали, как ее располагать. Описанное здесь не является каким-то каноном или правилом, но мне это показалось просто удобно. И в некоторых играх так и поступают. Выбирается опорная точка. Например, если объект занимает ровно одну ячейку, здесь никаких сложностей. Выбираем центр этой ячейки. Относительно него считаем, где мы отобразим рисунок, то есть image этого объекта. Как его рассчитать? Как рассчитать опорную точку на самом рисунке? Мы берем ширину, делим на двое, и мы получаем вертикальную ось. Мы берем половину высоты ячейки, уже конечной модифицированной, то есть уже ромбикой. И откладываем отрезок, мне так нравилось это слово на математике, откладываем отрезок, равный половине высоты ячейки снизу нашей картинки. И получаем, в общем-то, нарисованный тут. Точка, относительно которой мы все это дело показываем или рассчитываем, называется private point. Опорная точка. И если же объект занимает несколько ячеек, вот тут начинаются уже, как бы это так сказать, тут начинаются уже нюансы. Каждый движок, каждый геймдевелопер тут уже волен решать, что считать private point. Он может считать вот это, может считать вот это. Мне показалось, что логичнее всего было бы считать нижнюю, самую нижнюю ячейку, которую занимает этот объект, то есть отсчитывать все относительно ее центра. Выглядит все это достаточно сложно сейчас, но когда это один раз запрограммируется в каком-нибудь классе, который рассчитывает эти координаты, это перестает казаться сложно. Поехали дальше. Перекрытие. Мы отображаем несколько объектов на сетке и понятное дело, какие-то находятся ближе к нам, какие-то находятся дальше от нас, поэтому какие-то объекты перекрывают другие. Как это рассчитывать? Кажется, что это очень сложно, сейчас пойдет математика с расчетом вот этой точки, и мы будем вот так вот все это рассчитывать. сначала дальние, а потом ближе. А что такое дальние? У меня же координаты есть. Координаты есть какие? Изометрические или плейли? Ну, я думаю, одно из другого можно вывести просто. Будут какие-то формулы, из которых ты можешь получать, если у тебя есть классическая выска, то ты из нее можешь получить координату на кромбике. Все верно. Значит, здесь есть, если упростить этот весь алгоритм, как математическое уравнение, если все это упростить до предела, что, собственно, в быках чаще всего и делается, потому что у нас нет времени рассчитывать, квадратные корни. Это отдельный вопрос. Я вам чуть позже о нем расскажу. Значит, квадратных корней. Значит, мы получаем кадр. Мы знаем, какие объекты мы на нем хотим отобразить. Что мы делаем? Мы рассчитываем для них изометрические координаты. То есть, где они будут расположены ротой. И просто сортируем эти объекты по Y. От меньшего к большему. Уже реальные координаты, те, которые мы будем отражать на координате. Вот. Собственно, и все. И начинаем рисовать. От объектов с Y-координатой наименьшей до объектов с Y-координатой наибольшей. Мы помним даже, что в компьютерной графике мы всегда считаем Y сверху вниз. Так сложилось исторически, хотя для этого особых причин как бы и не было. Это просто было инженерное решение на заре построения монитора. В бейсике это было. А? В бейсике? Точно так же. Вот так же, да. Ага. Ну так практически мы все. Хотя есть какая-то система, где Y-координаты идут снизу вверх. По-моему, то ли в логу, то ли где-то так называется. В общем. Да. Считаем мы Y-координату Pivot Point. Чтобы упростить для себя. Мы уже имеем Pivot Point. Мы относительно его уже считаем. Он уже рассчитан на момент этого кадра. на момент отрисовки. Значит, у нас уже есть причем сортировать. Это, кстати, позволяет ответственно подойти к Pivot Point. Если мы выберем верхнюю точку рисунка, как Pivot Point, мы можем сделать ошибку в этом плане. Потому что, допустим, у нас есть объекты разной высоты. То есть с разной величиной. То есть их вверх находится выше по координате Z. Которая здесь в двухмерном мире не существует. Там даже видно, что голубенький как раз почти такой же высоты. Я просто не вижу, что это маленький, да. А, да-да-да-да. А, да-да-да-да. Да-да-да-да-да. А, да-да-да-да-да. А, да-да-да-да-да. А, да-да-да-да. Он должен быть... Вот если он ниже будет, тогда мы их прорезим. Да. Идем дальше. Как рассчитывать координаты клика? Допустим, мы получаем... Мы кликаем, да, по этому языкотечественному полю и получаем совершенно безумные координаты, которые с виду преобразовать не очень-то просто. Да? Допустим, мы кликаем. Проводим прямую к центру, от которого мы рисуем все остальное, от которого расходятся все координаты. У нас уже есть отрезок, его уже можно поворачивать. Точку повернуть нельзя. Точку можно повернуть только к другой точке. Вот мы и будем поворачивать этот отрезок, который соединяет центральную точку нашего view и точку из места клика. Произведем над ним точно те же самые преобразования, только в обратном направлении. То есть мы сначала увеличим, потом повернем. Тогда мы сначала поворачивали, потом уменьшали. Теперь мы сначала увеличим, потом повернем. получаем индекс ячейки по координатам. И живой пример. Результат без сонной ночи. И я думаю, моя учительница математики мне вот двойку поставила, если бы узнала, что у меня ушел на расчет тригонометрических уравнений всего лишь полтора часа. Вот так это работает. Плюс все параметрируется. Например, мы хотим поменять угол, допустим, чуть-чуть больше исказить сетку. Допустим, четыре с половиной. И это все еще продолжает работать. Тут уже ограничивает вас только ваша фантазия. Мы можем также изменить угол сжатия. Коэффициент сжатия изображения. И мы получаем взгляд чуть более свысока. С этим примером вы можете ознакомиться. У вас, наверное, презентация будет в письме. Она приходила, я не знаю. Тут там есть ссылочка на этот пример. Можете повозиться с ним, если вам захочется разобраться именно в механике. Я вам вкратце покажу, как происходит преобразование в одну сторону, то есть в изометрические координаты. То есть мы получаем реальные координаты на прямой сетке. Допустим. Ничего не допускать. Бог с ним. Получаем. Это у нас, не помню из какой теоремы это выходит. Но преобразование производится по, нам нужно знать для этого косинус и синус. Вот так производится поворот. Вот так происходит сжать. Это коэффициент сжать. Обратное преобразование выглядит далеко не очевидным, не очевидным выходящим из этого уровня. Вот на это я, в общем-то, полтора часа и потратил, чтобы вынести обратное преобразование. Ну, зато вы вводите его один раз и больше не поймете себе мысли. У вас все считается самостоятельным. Это яркий пример того, что, как нелюбимое мной объектно-ориентированное программирование, в общем-то, имеет место в жизни. Написав один раз «class point», вы имеете возможность преобразовывать координаты и в одну и в другую сторону просто. Далее этот класс везде используется. Я заверю координаты, я преобразую их в изонитрию. Пожалуйста. Мы имеем ручку. Так. Что-то вроде бонуса. Как это все дело работает с анимацией. Это игрушка, которую я писал для… это было их задание перед каким-то собеседованием, какую-то там как дону. Мне нужно было продемонстрировать навыки создания анимаций. Будешь, как это или нет, он будет. И тут используется прямая серка. Опять-таки, пример этой игры, назовем этой игрой, прилагается. Входы исходные вам доступны будут. Если… а? Это на Canvas? Да, да, это все на Canvas. Я немножко обошелся не очень хорошо с бэкграундом. У меня это сплошной имейдж, который просто имеет какой-то там размер. и в зависимости от того, какую часть я буду показать, я просто использую параметры, которые позволяют крипировать изображение при отображении на Canvas. Также в этом примере… давайте мы разберем подходы, раз я не успел подготовиться. У них обходят. Я бы с удовольствием посвятил еще один доклад теме этого алгоритма, потому что я сам в восторге, что я на него додумался. Потому что это не является имплементацией ни одного из существующих алгоритмов. А если в деревья поставить там, например, буквой P? Вот это очень интересный вопрос. Именно здесь, в этой реализации, это не учтено. Но в то же время я позже уже понял, как дорабатывать мой алгоритм, чтобы избавиться от этой проблемы. Да, ты прав, и он зайдет в тупик. Если его жизнь заведет в букву P, то он там застрянет. Деревья пропадают. Вы, собственно, можете видеть это, наблюдать и в других играх. Ну да. Наблюдать такое, да? Ну да. Наблюдать такое, да? Наоборот, да. Вроде как. Ну, в общем. Ну да. Деревья рендерятся в одном и том же потоке, что и чудик. В потоке? Ну, имеется в виду в одну, за одну и ту же операцию. То есть я беру коллекцию деревьев, итерируюсь, и сортирую. Добавляю в эту коллекцию деревьев еще и чудик. Для того, чтобы знать, кто кого перекрывает. Иначе я бы... В общем, было бы гораздо сложнее. Мне пришлось бы генерировать маску, накладывать ее на изображение конкретного кадра анимации этого чулика. В общем, каждый раз, когда он бежит, ты возле него пририсовываешь это место или как? Каждый раз. Кадр пририсовывается полностью. Потому что кажется, что это накладно. На самом деле нет. Потому что расчеты, которые позволили бы вычислить, что нужно отображать, а что не нужно, возможно, заняли бы гораздо больше процессовного времени, чем отображение всего этого. То есть, по факту, ты рисуешь несколько слоев и просто это происходит так быстро, что мы уже видим результат. Правильно? Ну, например, вот он забегает за дерево, да? Да. То есть, в этот момент тебе надо нарисовать его дерево и бэкграунд. Правильно? Я рисую все. Я рисую. Я наношу новый... Допустим, я еще... Ты обновляешь только то место, правильно? У тебя несколько секторов вот там, где он находится. Нет, я обновляю все. А вообще все? Да. Ё-моё. Это только кажется, что это долго. На деле, это гораздо быстрее, чем высчитывать, что конкретно мне нужно показать. Как это рисуется? Это не рисуется прямо на канвасе, который вы видите. Создается элемент канваса, который вы не видите. То есть, он... Да. Туда рисуется все это дело. А ты просто делаешь свитч? Нет, я не делаю никого свитч. Я беру... Ну, копите. Да, да. Я просто беру уже весь этот модель и рисую его за один раз. Потому что, если бы я это рисовал по очереди, то, возможно, вы бы увидели, как деревья появляются на задрели. Да, да. Потому что, как метод оптимизации, это еще в старых играх использовалось, там, метод грязных треугольников, как его называют, что такое. Потому что ты обновляешь только то место, где у тебя, собственно, чинжи произошли. Как бы он вообще летал. Ты, знаешь, там, где он бежит, по сути, ты хок-хок-хок. Ну, верно. Это задача… Если весело... Да, да. Ну, давай дальше. Так, что очень интересное расскажу. В этой игре это не оптиментировано, но один из советов по оптимизации. Чаще всего в играх бэкграунд тоже имеет анимацию. Замюдитесь, пожалуйста. Ну, такой уж плохой доклад, но стоит так, что он докладывает. Значит, предлагают для оптимизации анимацию бэкграунда сделать гораздо с меньшей частотой кадров, чем основного персонажа и действующих элементов. Например, у вас есть деревья, у вас есть какие-то дома, есть персонажи-люди, есть ваш персонаж. Вот по степени важности. Ваш персонаж на первом месте, он должен быть проработан просто идеально. То есть у него должна быть хорошо проработанная тень, кстати, насчет юризма. Хаки, которые были использованы в Диабло. В Диабло вы видите четкую тень, по крайней мере, по одной из версий. Вы видите четкую тень только когда у вас один источник света. Когда у вас несколько источников света, вы не видите несколько четких теней. Вы видите одну размытую, одну размытую, одну подненую. И все. Чтобы не запариваться. И это выглядит достаточно реалистично. И вся история игр, это история именно таких вот мелочей, именно таких вот хитростей и прикольчиков. Например, если играли в героев третьих. Играли? Я в хитро играл, а это было... Играли. Если оторвать взгляд от главного персонажа и посмотреть на анимацию травы, то четко видно, как меняются гады. В то же время плавность анимации самого главного игрока гораздо лучше. Это еще один из способов анимации. И способов оптимизации, в том числе и анимации. Сами по себе анимации. Что-то такое. Вы рисуете спрайт. Все знают, что такое спрайт. Это картинка со всеми возможными состояниями, если мы говорим об анимации. Со всеми возможными состояниями игрока. Ходьба в одну сторону, это один рядок. Ходьба в другую сторону, это другой рядок. Достать меч, это третий рядок. В общем, все анимации занимают одну линию в этом рисунке. Да о чем тут еще говорить? Вы просто выбираете кадры. Тот кадр, который вам нужен, из той линии, которая вам нужна в теперешний момент. Так, что бы еще сказать. Про анимации. Только что крутилось. Расскажу вам про корень квадратный. Значит, в квейке корень квадратный считается приблизительно... Потому что ты голову сейчас, что ли, мне кажется? Не, в него нет, это не живая анимация. В квейке третьем используется алгоритм расчета корня квадратного, который выполняется за около пяти тактов, насколько я помню. Этот алгоритм использует... Если кто не знает, алгоритм расчета корня квадратного использует... Допросят на математике метод Ньютона, который является итеративным. То есть он напрямую зависит от величины числа. И точность вы можете получить большую. Чем больше итераций вы проведете. То есть в этом алгоритме используется одна константа. Делается парочка магических стрингов. Рассчитывается одна итерация методом Ньютона. И это дает относительную ошибку... Кто-то уже гуглит. Народ, забьетайтесь, если вы не хотите вопросы задавать, пожалуйста. О, да. И вот непонятное для меня зависание игры. Я, честно, так и не разобрался с этим. Да, этого, кстати, вполне хватило, чтобы мне предложили приличное место, приличный альбом. Ага. Вот это не пошел. Не пошел. Потому что ставка времени. Это по секрету. Это уже не смешно в наше время. О, это интересно. Я думаю, это связано с зацикливанием просчета пути. Алгоритм пришел на путь. Да, 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 да. Мне кажется, так и есть. О, и снова пришла буква П. Да я просто безучительный. Что бы еще? Так. И насчет нескольких слоев. Это еще одна из оптимизаций, которую я тут также рекомендую, если вы пишете именно браузерную игру, именно на карлесе. Значит, на самом нижнем слое вы прорисовываете бэкграунд, так как он никого не перегревает никогда, и слава богу. На втором слое вы прорисовываете свет и тени. На третьем слое вы прорисовываете объекты с вашим персонажем. На четвертом объекте, на четвертом слое, если вам захочется, вы прорисовываете атмосферу. Ну, то есть, если вы видели, в некоторых играх это используется, там, взгляд из-за облаков и тому подобное. То есть это тоже имеет место. Почему свет и тени под объекты? Потому что они чаще всего, это называется, выжигание, кажется, выжигаются. То есть они просчитывают за один раз, в зависимости от источника света, который вы расположите. И прочитаете. Или же они просто статические, как вот здесь. Они тут намертво присландали на дерево. В некоторых местах можно заметить из-за этого артефакта. Где-то попадаются иногда на разных генерациях. Хотя в основе своей кажется естественной. Вот видите, здесь просто два дерева на одном доме вместе. Дерево на одном доме. Да. 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 И один важный момент. Если помните старые DOS-овские игры, некоторые из них очень-очень старые игры, DOS-овские. Они зависят от скорости процессора. Они зависят от скорости процессора напрямую. То есть они рассчитаны на какую-то скорость расчета кадра. Дерево карт не было еще. Ну, можно было. Да. Поэтому сейчас игры разрабатываются. То есть, что такое игра? Это череда смены состояний. Вот каких-то входящих данных. Вот каких-то исходных данных. Например, взаимодействие с пользователем, он куда-то кликнул, игра поменяла состояние. В общем, появилось, просчитался путь и человечек пошел. Все вот это вот пошел, вся любая смена состояний, должна быть функцией от времени. Что это обозначает на практике? Это значит, что, особенно это касается браузеров, все по идее как бы хотя бы раз слышали, что setInternal в JavaScript работает не всегда с тем тайм-аутом, который вы указываете. Это связано с тем, что следующая итерация интервала планируется после выполнения тела интервала. То есть, время, которое обрабатывается само тело функцией, так как JavaScript синхронен по своей природе, оно выполняется какое-то время. и не всегда фиксировано. Особенно, если мы говорим о браузере. Потому что в одной итерации нам нужно просто отрисовать анимацию, а в другой нам нужно просчитать путь. Просчитать путь – это всегда сложнее, чем просто отрисовать анимацию. Это значит, что, когда вы рассчитываете анимацию, выбор кадра для анимации должен согласовываться с количеством времени, которое прошло от предыдущей отрисовки кадра или от времени, когда анимация началась. Допустим, у нас анимация перехода с одной клеточки на другую занимает 60 кадров и 3 секунды, допустим. Допустим, это так долго. 3 секунды. Да, в принципе, это несущественно. Или существенно. Так, если мы базируемся на времени, то мы количество кадров уже не учитываем. Допустим, у нас есть подготовленных кадров анимации 16. У нас переход от одной клеточки до другой занимает 3 секунды. Значит, частота кадров, допустим, доступная нам на этом девайсе, плюс-минус, вот это самое интересное, плюс-минус, 600 кадров в секунду. Плюс-минус. Что значит этот плюс-минус? Это значит, что мы можем, если мы будем просто брать следующий кадр в каждой итерации отрисовки следующего кадра, то разница, допустим, выполнился какой-то еще процесс и мы получили кадр чуть-чуть больше, на 2 миллисекунды. Мы отрисуем уже не тот кадр анимации, который нужен был. Мы предыдущий кадр или на 2 назад отрисуем. Что с этим делать? К нам приходит кадр. Мы знаем, что анимация занимает 3 секунды. Значит, мы смотрим, что прошло уже полторы секунды. Полторы секунды, это ровно половина. Значит, мы берем восьмой кадр анимации из этой секвенции. Все современные игры, кроме, наверное, Fallout 4, я вчера как раз прочитал новость, в Fallout 4 скорость процессов в игре, трехмерная игра, казалось бы, там движок, там шейдеры, елки-палки. Скорость процессов в игре напрямую зависит от количества кадров. Если ваш монитор поддерживает частоту кадров 144 кадров в секунду, и вы не просто геймер, а еще чуть-чуть что-то шарите, то можно отключить блокировку, которая стоит в игре, которая принудительно устанавливает частоту кадров в 60 кадров в секунду, и у вас резко увеличатся все процессы в игре в два раза. Ну, чуть больше, чем в два раза, потому что два раза по 60 на 120, значит, еще получаем решок в 24 кадра в секунду. Вот так вот обстоят дела в современном мехенитете. И не в современном тоже. Я больше поклонник двухмерных игр. Почему? Потому что графика в них гораздо более проработанная. Она всегда сделана чуть больше душой, чем в трехмерщине. Потому что в трехмерщине, там все зависит от того, сколько треугольников вы можете прорисовать за один кадр. Это скучно. Там тоже есть свои проблемы, есть свои нюансы, но они далеко не настолько интересны, как в изометрических играх. Одно такое преобразование координат чего стоит. В Diablo 2, кажется, пошли дальше. И они добавили псевдопередорежим. То есть там сохранялся весь тот же изометрический мир. Но они сделали одну интересную штуку. Чем перспектива отличается от изометрии? Кто знает? Перспектива? Да. Правильное 3D с перспективой. Чем отличается от изометрического? Есть высота. У перспективы есть точка сходимости. Найдем что-нибудь хорошей иллюстрией вообще в этот момент. Вот. Это классический пример. Это то, с чего начинают художники. Итак, мы рисуем горизонт. Мы рисуем начальную грань объекта. Это все, что нам нужно для того, чтобы продолжить отрисовку объекта дальше. Что мы делаем дальше? Мы проводим прямую линию от точки сходимости, как-то так она называется. Я не знаю, правильно ее называют художники. В общем, туда, куда сходится, туда грань, которая направлена на перспективу. То есть, вовнутрь перспективы, вдаль. Как вы видите, они все сходятся к одной точке. В изометрии грань этого кубика имеет точно такую же ширину, как и грань вот этого кубика. Здесь, вы видите, все по-другому. Немножко меньше. Даже угол поменялся. Даже угол отрисовки поменялся. Этим отличается перспектива от изометрии. В Диабло 2 добавили интересную... Да, также из этого свойства перспективы есть такая вещь, как парвакс. В последнее время его жутко неправильно используют и во все поля, но зато неправильно и во все поля, как обычно. Это, значит, взаимное движение предметов друг отнасти на друга при изменении точки зрения наблюдателя. То есть, когда наблюдатель перемещается и объекты тоже перемещаются, вернее так, даже хватает того, что наблюдатель просто перемещается. Объекты тоже перемещаются друг отнасти на друга. То есть, если мы сдвинемся... Это расстояние до звезд определенных. Ну да, это параллакс. По-моему, и метод-то назван в честь... Некого параллакса. Некого параллакса. Джон параллакса, если уж не будет так. Значит, здесь наблюдатель наблюдается определенные точки. Допустим, мы смещаем эту точку чуть-чуть правее. Этот кубик заедет немножко дальше за этот кубик. Вам это кажется естественным. Но в изометрии этого не произойдет. Они как были на этом месте, так и осталось. В этом разница. В Диабло 2 применили, я не знаю уж какие хитрости и какие ухищрения изобрели для этого, но они реализовали этот параллакса лизометрии. Они добавили искажение по еще одной, причем еще и трапециевидной искажению. Которая направлена к... Это сложно объяснить. То есть они не сделали полноценный расчет на точку сходимости объекта. Вот, например, как здесь. На горизонте это все заканчивается точкой. Любой из этих кубиков на горизонте это точка. Ну, как видим, даже две точки. И я забыл опять о чем я говорил. В общем, не знаю на какие ухищрения прошли Диабло, но они это реализовали. Это было неправильно, ни с математической точки зрения, ни с... Это спорится всей теорией трехмерного мира. Но, тем не менее, это выглядело здорово. То есть, когда мы пробегали мимо столба, камера там фиксирована наблюдает за персонажем. То есть вы смещаетесь вместе с персонажем, и вы видите, как столб немножко наклоняется. Столб немножко наклонялся относительно персонажа, то есть он немножко смещался. Как по мне, это, конечно, очень здорово. Я думаю, они использовали какой-то вариант поворота всего этого мира. То есть добавляли или уменьшали угол. Больше, наверное, и нечего вам ослазать. Так что я перехожу к последнему слайду. Идем к слайде. Все. Я не знаю, насколько я уложился. По-моему, гораздо последующим 40 минут. Простите, я старался. Если есть вопросы... Простите, что мало? Ну да, да. Простите, что мало. Я надеюсь, я смог заинтересовать вас этой темой. И дело в том, что ее очень интересно исследовать самому. Честно говоря, я бы не хотел, чтобы мне это рассказывали. Мне все это было очень интересно самому. Мне было интересно сидеть эти полтора часа и решать эту абсолютно идиотскую систему из двух тригонометических уравнений. Моя учительница математики бы валялась на полу. Зная, что я потратил на это полтора часа. От счастья? Да, от счастья. Конечно, от счастья. Как же можно это подробно? Наконец-то он решит его, да. Ребята, что там Тарасу? Ну, круто, спасибо. Ребята, что там Тарасу? Что там Тарасу? Навалять люлей Тарасу? Я еще раз. А, все. У него какие-то движки для отрисовки. Собственно, почему я этот доклад начал? Я хотел с этого начать. Я рассмотрел перед тем, как доклад этот сделать, какие есть вообще статьи. Как создаются изометрические игры. И все, что я находил, начиналось с того, что мы берем такой-то движок, так-то и настраиваем, и хоп, у нас есть уже изометрические игры. Но где здесь интерес? Разве никому не хочется знать все эти алгоритмы? Мне хочется. Мне это было очень интересно. И когда у меня это получилось, мне это было просто обалденно приятно. Я каждому советую чем-нибудь таким интересным заниматься. Картошку копать на даче. Картошку копать на даче тоже главное. С применением тригонометра обязательно. Копать изометрическую картошку на перспективной даче. Здесь огурчики. Все эти статьи начинаются с того, что мы берем какой-то движок. Мне не интересно брать какой-то движок. Или там, например, есть еще одна очень интересная тема. Физика. Как реализуется взаимодействие, столкновение каких-то объектов с объектами. Опять-таки, читаю статью и вижу. Берем такой-то движок. Бокс 2D, кажется, сейчас очень. Да, очень. Здорово. Конечно. В практической разработке я буду использовать бокс 2D. Безусловно. То есть, если придет заказчик или меня переведут на проект, который занимается двухмерной игрой. Без вопросов. Я беру бокс 2D и работаю с ним. Но сейчас-то я пишу для себя, я пишу для души. Зачем мне этот бездушный бокс 2D, в котором все уже давно решено. Мне самому интересно разобраться с тем вещами. Всем спасибо за внимание. Ладно, опять-таки, если нет вопросов, то спасибо большое тебе за доказательство. Спасибо.